МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Голосование по выбору дисциплин для гранд-финала в Сиэтле вызвало бурю эмоций. Обычная мышь принимает порой совсем необычные формы. Не просто мышь, а пингва-мышь. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основы строительства базы и разведки в игре Старкрафт. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир по Старкрафту, финал национального чемпионата в Китае. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Свершилось. В Сиэтле грянул седьмой чемпионат мира по компьютерному спорту. Вечером 7 октября стартовали первые игры в дисциплине Counter-Strike. Наши соотечественники выступают в группе А. Среди наших оппонентов выходцы из Греции, а также их более именитые коллеги из Канады и Польши. Уже в первый день турнира наша команда обыграла всех своих соседей по группе. Это, безусловно, дало им большое моральное преимущество, и, мы надеемся, они не остановятся на достигнутом. Другая российская сенсация на главном киберспортивном событии года состоялась на поприще Старкрафта. Речь идет об Андрее Кукханидзе, более известном как Андроид. 4 октября он играл в группе D и ушел из нее с первого места, обыграв там Джеймса Фу, Куча и Брайт Эсса. А вот белорус Лавели из группы B, увы, покинул соревнования в первый же день. Он набрал всего 2 очка и оказался по результатам разыгровки на втором месте с конца. Хуже него выступил только игрок под ником Кайзер Пан, не одержавший ни одной победы. Продолжая тему Старкрафта, обратим свой взор на грядущий сиквел бессменного царя Реалтайм Стратегий. Недавно на официальном сайте Близзарда появилась информация о том, что разработчики оставят в Старкрафте 2 самый мощный тирановский юнит Батл Круизер. Тем не менее, главная его особенность потерпела трансформацией. На смену Ямато Гану, мощной лазерной пушке, придут плазма-торпеды. Главным их предназначением будет молниеносная борьба с вражескими постройками и точечные удары по крупным юнитам противника. На официальном сайте мирового киберспортивного чемпионата было вывешено голосование. В повестке дня список дисциплин, которые сетевое комьюнити хотело бы увидеть на гранд-финалах следующего года. Самым обсуждаемым вопросом является тематика Counter-Strike. Не умудрено. И у Source, и у версии 1.6 немало как сторонников, так и противников. Всего же игры-претенденты разделены на 8 категорий, среди которых такие экзотические представители, как массовые онлайн-игры и даже Tetris. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим основы строительства базы и разведки. Главное, о чем нужно помнить при развитии базы, это о так называемом билд-ордере. То есть в голове должен быть четкий план порядка постройки необходимых вам зданий. Никогда не строите те здания, которые вы не знаете или не собираетесь использовать. Если вы решили играть наземными юнитами, то постройка того же Старпорта станет лишней тратой ресурсов. Иногда, конечно, бывают ситуации, когда это адекватно боевой обстановке. Например, требуется ввести в заблуждение противника относительно своего плана развития. Но в любом случае это должно быть осознанное действие. Разведка Как и в любой другой войне, в Старкрафте не последнюю роль играет разведка. Тот, кто владеет информацией, владеет всем. Если вы не будете следить за картой и за тем, что делает ваш противник, то очень скоро обнаружите, что оппонент целиком и полностью контролирует карту. Поэтому при любой возможности высылайте на разведку рабов, дешевых или воздушных юнитов. У протасов, также их называют ТОСами, лучше всего для этого подходит обсервер. У зергов любой закапывающийся юнит, а у тиранов истребители-невидимки. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Новая клавиатура для настоящих фанатов киберспорта. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир по Старкрафту, финал национального чемпионата в Китае. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Корпорация Microsoft оказалась недавно в эпицентре настоящего пожара. Дело все в том, что в ее новом руле для Xbox 360 возникла серийная неисправность. В результате этого многие геймеры наблюдали печальную картину, когда из блока питания начинал валить густой дым. Компания тут же разослала пресс-релиз, в котором содержались извинения и предложения произвести бесплатную замену. Инцидент не вызвал большого резонанса, так как случаев возгорания и несчастных случаев зафиксировано не было. Известная в среде киберспорта компания SteelSeries анонсировала в Лейпциге свои новые разработки. Технологичные мыши Ikari Lizer и Ikari Optic. По заверениям разработчиков, это результаты полуторагодовалой работы в сотрудничестве с такими грандами мирового киберспорта, как коллективы Team 3D, SK Gaming, Mao Sports, Team Noo и другие. В общей сложности при создании этого девайса было учтено мнение более 5000 игроков. Основными особенностями мышей являются повышенная эргономичность и способность работать без драйверов. Если на серьезных соревнованиях киберспортсмены выбирают девайсы, обращая в первую очередь внимание на технические характеристики, то в повседневной жизни такие требования гораздо мягче. И обычная мышь принимает порой совсем необычные формы. При первом взгаде на эту пингву мышь Бранда становится ясно, что единим вдохновителем выступила операционная система Linux. Мышь выпускается в четырех вариантах цветового оформления, а цена, заявленная на официальном сайте, составляет всего 14 долларов США. Компания Razer, специализирующаяся на выпуске профессиональных киберспортивных девайсов, на открытии гранд-финалов в Сейтле анонсировала свою новую разработку «Ликоза» – ультра-чувствительную клавиатуру с частотой отклика в одну миллисекунду. Как и в прошлых своих творениях, компания использует инновационные технологии управления, которые будут интересны игрокам разных жанров. В свободной продаже клавиатура появится в середине ноября этого года, а ее цена составит 80 условных единиц. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы расскажем о самой заметной схватке в рамках китайского отборочного тура на ВСГ-2007 по дисциплине Старкрафт. За право поехать на финальный этап, где разыграется чемпионский титул, боролись два Тосса. Люо Хиан, известный под никами LX и Legendary, а также Ша Юн Чун, он же Пи Джей. Фаворитом данной встречи, безусловно, является LX. В прошлом году он занял четвертое место в списке лучших игроков планеты, и на него возлагают большие надежды. В том же 2006 году LX взял первое место на национальных чемпионатах Китая. И вплоть до весны он выступал под флагами такого гранда китайского киберспорта, как коллектив Excel. Пи Джей, заслуги которого несколько скромнее, безусловно, также является сильным игроком. Одно время они с Legendary даже были соклановцами. Впрочем, такое совпадение вполне закономерно. Как-никак национальный финал. Тем не менее, это вносит определенную идиунку во встречу. Помимо чисто практичного интереса получить путевку на мировую арену, игрокам предоставляется шанс решить, кто же из них был более достоин носить цвета X-Long. Итак, первый матч проходит на карте Параноид Андроид. LX играет с зелеными, Пи Джей, соответственно, бежевыми. Уже с первых минут игры заметна разница в тактике игроков. LX традиционно для ТОСов ставит свой первый пилон на рампе, в то время как Пи Джей прямо на мейне. Посмотрим, к чему это приведет. Активных боевых действий пока что не наблюдается. По мейну Пи Джей носится проба Legendary, за который лениво гоняется Зил на Барус Гун. После почти синхронного появления у обоих игроков ядра, порядок строительства на базе идет различными путями. LX заказывает Robotics Facility, в то время как Пи Джей вызывает второй гейт. Очевидно, что со стороны Legendary ожидается ранний ривердроп. Посмотрим, так ли это. Действительно. Следующее здание, которое строит LX, это Robotics Support. Пи Джей тем временем тратится на экспаунд, получая тем самым в перспективе экономическое преимущество. Если, конечно, его противник не успеет пресечь эту смелую инициативу. Как только появляется Robotics Support, Legendary заказывает ривера и одновременно снимает с рампы свои вооруженные силы. И направляет их на одиноко стоящего гунна-разведчика Пи Джей. Тем самым отгоняя его вглубь карты. Пи Джей же, в свою очередь, уходит в третий гейт, в то время как у его противника только-только строится второй. Как только появляется ривер, LX сажает его в шаттл и начинает активную фазу атаки. Наконец-то! В итоге пачка Legendary при поддержке ривера проносит буннов и проб Пи Джей. И LX, показывая великолепный микроконтроль владения ривером, благополучно сливает Пи Джей, вынуждает его покинуть игру. Таким образом, раунд остается за Legendary. Второй раунд проходит на карте Back to Daigun. Теперь из-за зеленых тостов играет Пи Джей, а LX выпадает синий цвет. С первых же минут игры Пи Джей демонстрирует агрессивную и смелую тактику. Он заказывает пилон и гейт прямо на мейне противника. Разница между заказами гейтов минимальна. Довольно интригующее начало раунда. Судя по появившимся на мейнах роботикс фасилити, оба противника готовят дропы. Так оно и есть. LX загружает в шаттл двух Дарков с двумя Зилами и отправляет их в сторону Пи Джея. Тот, в свою очередь, отправляет в шаттл двух магов и коцаного Зила с аналогичной задачей. Посмотрим, чья возьмет. Итак, атака Лежендари на мейн Пи Джея благополучно проваливается. Пара гуннов и пробы на поддержке огня Фатонки отгоняют Дарков, вынуждая LX поспешно отступить ни с чем. Тем временем маги, долетев до Экспо, терроризируют местных проб, а затем переключают свое внимание на обитателей мейна. Умело пользуясь Пси-штормом, Пи Джей выносит большую часть рабочей силы Лежендари, вынуждая того выйти из игры. Таким образом, счет по партиям становится 1-1. Игра, решающая исход поединка, начинается на мапе Азалия. Игроки расположились друг на против друга. Лежендари играет за фиолетовых, Пи Джей за желтых. Эта карта на порядок проще предыдущих двух. Не содержит в себе рампы и узкие проходы. Итак, с самого начала билд-ордеры расходятся. LX уходит в ассимилятор, Пи Джей заказывает второй гейт. Скорее всего, мы увидим противостояние гуннов и Зилов, распространенный стандарт ТОС против ТОС. Об этом говорит и ядро, заказываемое LX. Пи Джей, разготав намерение противника с помощью пробы разведчика, запирает дымопилонами выход из первого гейта. Таким образом, как минимум один гунн Лежендари будет ограничен с перемещением. Итак, Зилы Пи Джей, постоянно получая подкрепление с мейна, постепенно прибирают LX к стенке. Методично выносят одиноких гуннов и попадающихся под руку ПРО. Батарейка, заказанная Лежендари, навряд ли способна хоть как-то выправить ситуацию. Выход для гуннов LX надежно закрыт тремя пилонами противника, а количество рабов тает на глазах. И вот очередная волна Зилы проносит таки всех уцелевших рабов. И Лежендари, только что потерявший титул Чепела Китая, сливает раунд, а вместе с ним и всю партию. Наше поздравление победителю Пи Джейу. Именно он с еще двумя счастливчиками поедет в этом году на финал представлять Китай на дисциплине Старкрафт. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное новое состязание между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok